здравствуйте добрый день мы с вами продолжаем изучать книгу раби шимшин добида пинку со врата молитвы и сегодня у нас 12 урок и мы с вами начинаем новые врата которые на иврите называется хилуй они немножко отличаются от других врат в них есть такая своя особенность и мы сейчас с вами по ходу дела с этим познакомимся и так что пишет раф пинкус например приводит такой пример когда как мы говорим благословение например и благословен ты всевышний дарующий хлеб из земли да то есть первая половина брахи благословение у нас как правило мы обращаемся к нему ты а вторая часть это в третьем лице что он делает да и благословенный ты засветивший нас своими заповедями и повелевший зажигать свечи ханаки это или уже повелевший это уже в третьем лице то есть есть двоякое отношение и это не просто так есть в этом смысл и как пишет в этом раф пинкус само по себе обращение к творцу это мигодель хасадам в ауцматин кен цикла дачи золь что само по себе обращение к творцу вселенной у нас нет ни малейшего представления кто он даже самого мельчайшего и это его милость к нам по природе вещей не может такого быть и об этом говорит вторая часть благословения что мы должны все таки понимать что нет у нас возможности понять его пасть постичь так а скалы в саде каон если бы я знала бы у тебя постиг его я бы был им да есть в этом тайна которая которая никогда не будет нам раскрыта и это мудрецы которые восстановили форму каким образом мы благословяем на еду или на на заповедь который надал всевышний как мы будут форма каким образом мы благословяем она и именно иллюстрирует это отношение и не этим покажет рахамим эльфана вид барах ве ода от вели элла ва оффе на шине аллахот визгулот шабэм тлуя шлемута тфила ва фальпи шеф лифамим эйна дворим и ваним трассим без сахал еще такой момент что есть вещи в молитве до что нужно просто знать что таков закон и такова природа духовно этих вещей даже мы этого не понимаем своим разумом вины и вода и шикар только ватфила у маша ешь бабе тушили добрут пшута было шоу но хэх бенадам леконо самое самое важное самое главное самое из самая причина и самая цель молитве молитвы для того чтобы у человека была возможность обращаться к всевышнему в очень простой форме как обращается человек своему ближнему келошон миссилат и шарим как писать пишет миссилат и шарим каширы дабер и шелре и увы хаврома кшивну в шумелу на также как пишет миссилат и шарим как говорит человек со своим другом его друг внемлет ему и слушается вслушается в то что он говорит в ежбей добрут зуд векута цума бэфоль это она мне флашалька душа да и в этом форме этого разговора есть и очень большая связь образует связь между душой человека и и владыкой вселенным и это большая большое наслаждение для души для тех кто почувствовали это хоть на одну секунду своей жизни понимает о чем идет речь каидола коль миши захалит болель пам тфила аметит вышли мак и тенок бень ему как пишет раф пинкус и те кто хоть один раз жизни действительно почувствовали есть это такой радость и удовольствие наслаждение как молитва тенок бень ему младенца когда только что родился почему именно такая такое сравнение что плохо в младенце которому месяц или который ребенка которому год или 10 лет однако это сравнение не просто так дело в том что у у маленького ребенка или если возьмем этот пример у младенца еще не выдавалось никаких защитных масок да не выброс никаких защитных механизмов он очень искренне очень чист очень честен в том что он говорит и когда человек говорится всевышним то хотелось бы чтобы действительно человек научился говорится всевышним из такого же места с это же с этого из этой же ниши очень чисто и очень искренне очень правдиво а валь им кользы например при возьму такой пример жизни женщина пригласила к себе скажем подругу да и или сестру если у нее есть сестра пригласила к себе сестру и и она хочет сделать такой прием так накрыла стол и так украсила квартиру и она молится всевышнего пожалуйста чтобы это произвело большое впечатление на мою сестру и чтобы все прошло очень гладко но если она будет немного более искренна в том что она молится да не чисто поверхностное впечатление от ее слов она немножко позволит себе чуть чуть глубже говорить все всевышним и из более правдивых искренних глубин своего сердца она скажет и чтобы моя сестра поняла насколько я умею хорошо делать вещи и чтобы даже на немножко мне позавидовала но если она разговаривает со всевышним на самом деле она чувствует что он ей ее слушает то есть станет стыдно за такие слова и она не будет просить такой форме тоже себя поправить и скажет и не то чтобы она мне завидовала но чтобы я сама не чувствовала себя по сравнению с ней и ущемленной да потом она будет еще более правдивая она скажет на самом деле я всегда чувствую ряда себя рядом с ней немножко не в своей тарелке так и пожалуйста помоги мне сделать так чтобы я чувствовала себя рядом с ней уверена если она будет еще более правдиво со всевышним и будет действительно просить его о том что ей нужно на самом деле в глубине существа то она спустится еще один уровень искренности скажет на самом деле я бы хотела иметь со своей сестрой хорошие отношения я бы хотела чтобы мы не завидовали друг другу и них и не пытались около друг друга мы бы я бы хотела чувствовать себя с ней как настоящей подруги да потому что это это на самом деле ее глубинное стремление ее души да но на это наслаивается очень очень много масок очень много 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 разных слоев которые лишают на самом деле обращение к всевышним и искренности и правдивости тот человек на самом деле надо поэтому именно такое сравнение чтобы молитва была как у новорожденного младенца который он очень чистый он и он и он не боится сказать правду не боится сказать правду том что ему нужно и есть у каждого человека что-то что вроде как но для этого нужно признаться самому себе что это нужно и после этого просить об этом потому что свыж не ждет что мы попросили если мы не просим то это просто жаль и не только жаль что человек не получит того что он просит но и он лишает самого себя возможности заглынуть и в глубину своей души и так пища трав пинкус есть двоякое отношение к молитве с одной стороны мы должны понимать что самая главная база и основа и причина всего это обращение человека к всевышнему но есть еще другие стороны и аккуратно бешись меха мать его адам к шерту фезда варни из гафы на лавы на руман и случается часто пишет трав пинку что такова природа человека что когда он увлечен чем-то очень в чем-то возвышенным чем-то необыкновенным что-то его захватила он к варай но вошел стаде нян он уже не видит другие стороны этого явления этой вещи викин батфилла памим работ айтлавут в адвикуд балли дэ дебур влшон лохех и мошевин барахта в шухеху ши есть баба твила малахим шаль дарки шамам не старим и неламим метписат ада на что бывает такое что человек он увлечен молитвы ему ему раскрылась эта глубина искренности силы которые заложены в молитве и он немножко теряет пропорцию что есть еще другие элементы другие законы другие частности на которые стоит обратить внимание и изучая эти врата которые сегодня мы с вами начали можно трав пинкус по ходу дела говорит о других важных моментах связанных с молитвой есть как бы краеугольные камни на которые без того что человек обращался к всевышнему вообще ничего не да нет если нет искренности и правдивости то действительно не о чем мы говорим но есть еще краеугольная камня который все это основывается и сам по себе материал написано в книге он очень велик да и сложно в одном уроке охватить даже небольшую часть но постараемся поэтому я сейчас вкратце скажу о чем идет речь и потом мы коснемся всех этих моментов по отдельности но если действительно вы хотели бы узнать более глубоко и более широко понять о чем идет речь и всю силу этих моментов то стоит конечно посмотреть в книгу на русском языке она должна будет выйти в скором времени и о чем идет речь есть вещи которые помогают молитве так сказать быть более сильной подняться или быть более более иметь большой потенциал да и что это за вещи это молитва после того как человек сделал митву и это молитва после того как человек дал сдаку это молитва в общине это молитва основанная на заслугах братцов имеется ввиду авраам и цхаку яков или царь давида который написал цифр тэйлим книгу тэйлим и мы сейчас по ходу дела постараемся коснуться этих моментов и так и на ли маша петвера лишь она ход вот например пишет аф пинкус в молитве есть законы аллах от и за твилами улайо турбезе похода какая молитва на более сильные какая менее кикон амала низга ваших филаба цибур например особая сила в молитве которая была и человеком произнесена в общине имеется в обществе меня не куры арбе цирбале вода цири да и так что пинкус случается часто у у молодых людей которые захвачены им понравилось они поняли какая глубина есть у молитвы или люди которые уже в зрелом возрасте но с точки зрения как начинающие они они молодые и им тяжело согласиться с идеей что есть разница во времени есть сила у молитвы разная если она была сказана в одно время и в другое время тяжело с этим согласиться кажется какая разница однако есть и также что что касается места есть разница между местами в которых была сказана молитва и человек думает про себя рэй мид абер аниме шэмид барах я же говорю со всевышним у майна в камина бэнтбэ цибур какая разница на самом деле если я говорю это в общине или или в одиночестве укаши рэйди в рэй хазаль бэмалат от филаба цибур и когда ему встречается высказывание мудрецов о том как важно молиться в общине ба омэк олев да в глубине сердца этот человек не дай бог может и отнести отнестись к этому пренебрежительно ва хо шэф боли бог шикой за ураг бешвиля нашим шутиме он подумает в глубине сердца у него это мысль но это для для простых людей не для таких как я шэм цирхим им цаима даде им аль миначика бэля шэмид филатам да простые люди им нужно вспомогательная такая опора для того чтобы их молитва она была действительно принята на небесах но это не для меня у простых людей которые молятся не вдумываясь и вообще не отвлекаются им нужно это все что у них это как они механически производится молитва так и как как для машины нужно какие-то формы бензин не нужно только для них тоже нужно типы для бензин качестве бензина им нужно молиться во вопщине а вальмиш и захал аргиш бэхуш кирвата шэм ма ло бэцибур ма лоба яхид ума хаселу митпалель бэхиду да ну тот кто достиг понимания и открыл для себя красоту молитвы какая ему разница он будет вообще не будет молиться в одиночестве хорошем шумеют в фоле пансуют все вышли он его слушает на самом деле в реальности и кин ода лохот век дарил в уме на гимш и сифрек аргумим лимбами таким образом еще есть и к этому относятся и законы и обычные которые написаны в книгах мудрецов и нир а ну так кажется этому человеку по ми часто шиколь за урок на нашим шутим а вайло ли миши тап фас виси гиняна твила бот смотавая фиада и кажется ему что это для простых людей но не для тех особенные которые поняли глубину молитвы в кольце так вот но это конечно ошибка пишет рапинкус это ошибка потому что так же как в физическом мире есть правила и законы есть последовательности закономерность которые любой человек понимает что такова природа этого мира и нет смысла с этим бороться бороться никто не будет но надо это использовать и надо невозможно эти пренебрегать тем более тысячу раз тем более да в миллион раз тем более законы духовного мира эти законы описан нашими мудрецами и не дай бог ими пренебрегать вальки секундочку еще один момент который может нам чуть-чуть приобретет понимание что такое молитва вообще не потому что и сама по себе пренебрежение к этому она основана на 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 чувстве своего даже чуть-чуть но превосходства да и когда скажем пришел сын к своему отцу и говорит но я же такой ты знаешь я особенный они братья они ну ничего не поделаешь но понятно что и для для отца это будет очень неприятно и такое даже если он любит этого сына но любит всех своих детей и и отношение такое к другим она но но коробит да и тем более тем более всевышнего который любит всех своих детей и который действительно хочет чтобы мы поняли что каждый человек он не обыкновение он часть общей души все души связаны между собой и я нет миру не будет не может быть приведен к своему справлению если нет какой-то отдельной души есть законы которые иллюстрируют это например если пришли не евреи говорят в общине и мы истребим во всех если вы не выдадите нам одного человека и скажем они могут руководитель общины думать ну кого же них невозможно чтобы все общину перебили всех и всех и и детей невозможно такое но ладно на кого кого мы можем отдать и они думают думают и скажем они вспомнишь то есть один старик которому уже за 90 лет и он парализован глухой немой в общем в коме он в коме уже 10 лет или 20 лет он уже в коме больницы все равно но это не жизнь он не живет и и ему и от него никакой пользы так вот по закону повескому нельзя дать этого старика который в коме уже 20 лет не важно само по себе его существование но имеет большую ценность даже что нам простым человеческим умом этого не понять нельзя никого отдать да то закон он обязывает хранить и беречь каждую врезку души вне зависимости от того насколько она как будто выполнять свои обязанности потому что всевышнему оставляет удовольствие жить жизнь этого человека мы привыкли мире человеческую жизнь по достижениям до что человек достиг что он сделал какая польза от него обществу но это нашими глазами глазами человека который меряет и других людей материальными мерками даже что эти материальные мерки они носят и моральный характер да но тем не менее они все равно это глаза людей сотворены сотворенных из материи а для всевышнего важна каждая душа независимости от того что он и что она делает в этом мире и нам это сложно понять мы знаем что всевышний как будто есть много требований но эти требования для нас для самого человека чтобы ему было лучше а любой всевышнего к любому вверх любому человеку она безгранична и не связана ни с чем и поэтому человеку тяжело иногда влиться в общину он видит недостатки о это тот делает это не тот делает это не так делает и вообще все делают не то и говорят не так и надо знать что это последствия того что мы слишком материальны мы слишком критически относимся к людям и не видим их на самом деле безграничной святости и безграничной ценности в глазах всевышнего и пишет раф пинкос ахока кодоль бы сагет от фила и в шару лишь тамеш баку хама от сумшек а вот он амбут филотейну да наши молитвы утренние и дневная вечерняя они они созданы они как бы произведены абрамом цхаком и яковом в инактив кило ким ба шамай вата алла арыт шадама роцел а моллиф некий сек водой дубрах миа лео тоа шамай милам олив нашим битвила она моля врама вину к готов адам кодоль бы на ким да как будто есть сила которая человек он живет на земле да как каким образом вообще это возможно что его слова его мысли его какой-то там попытка что такое сказать это поднимется на небеса и это 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 самое действие чтобы его молитва была поняты не веса она может опереться на авраамами цхакая кого и именик нас и а ноль китвы 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 а но холиком она на герке всякого той раз пинкос пройдет в качестве калиста что если бы мы стали на плечи то есть они великие люди они как будто достигают небес если мы маленькие такие встанем на плечи опираясь на них мы тоже достигнем больших высот вользи амрух азали и об этом сказали наши мудрецы в рамки кент филат шахрита авраам установил молитву шахрит утреннюю молитву и цхак тикет филат минха и цхак он и установил молитву минха дневной молитву я кофте кент филат аравит я коф он установил вечернюю молитву аравит айнушек ашер митпале ладам твилат шахрит ары по элю без радко хошел авраама вину то есть другими словами когда человек молится молитву шахрит он использует силу мощную силу авраама вину векох а вот мале оттове твилата ламодли фанавит барах и сила працов она возносит поднимает его и его молитву к небесам и все молитвы которые были написаны мудрецами святого собрания которые находятся в наших молитвенков и об этом написал книги нефиша хайм что в нашем сидуре в обычном сидуре находится сила 120 мудрецов необыкновенной духовной силы умеем каманы мими среди них несколько пророков тикну нуса хатфила умилоток душот венора от ашерба которые они именно те кто написали и сформулировали текст молитвы со всей ее силой и красотой ма шаль безы лада мазрека дур барзель альхума битсурала пиля да пример этому пишет трафинкус например человек бросает и шар шарик такой железный на на стену да что он хочет этим ударом этого шара разрушить эту стену то есть нужно очень-очень сильно размахнуться чтобы этот железный шар смог разрушить эту каменную стену но если этот шар он будет содержать динамит но если это будет с динамитом то достаточно не очень сильного броска достаточно что она коснется этой стены тогда будет страшный взрыв за виньяна тфилот аквуат шнат но бэм аватин ванши кнеста гдула кох нора ватсум и это сила молитвы которые дали наши праоцы шимит полет филат филот или бенусах шакаву лану харима пилю хомот гдонот бцурот шили михрецот а мовсикот бенадам лаборода таким образом человек который молит молитву который установили наши мудрецы он взрывает стены которые между ним существует между ним и между творцом укиннегидзе боннеху бняным нороим внезговим и напротив он он строит невыкновенные здания духовные невозможно представить себе силу и мощь молитвы которые основаны нашими праоцами укушимит полет шахарит рейнура ад от сматат филай куах авраама вину молится шахарит это необыкновенная сила авраама вину и я бы хотела сделать небольшой остановиться на этом месте чтобы тяжело представить себе кто был на самом деле авраама вину но мы понимаем что он был первым евреями тот кто кто-то привел и разы разы объяснил миру идею монотеизма но тем не менее я бы хотела привести в дополнение к тому что пишет рафпинкус из книги Рава Израиль Таубнира Таубнира простите Маут 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 Тошель Юуди это суть евреи тут он пишет про авраама вину чтобы нам немножко ближе стала эта тема о чем это говорит именно нам в нашем поколении как будто казалось бы это это было так давно это было так далеко какое-то отношение имеет ко мне но я верю тому что здесь написано что эти пишет рафпинкус но но почувствовать это довольно тяжело и это интересно то что пишет автамы давайте посмотрим секунду а 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 и а а и а поклонствам его отец он сам содержал магазины башков волги на это сады но ваши лябри а но без рад от буду нута мука но он глядывался осматривался в этот мир и он открыл страшную тайну творения удела шикар брият от аула мать того радам он открыл то понимание что вся идея творения она заключена в человеке адаму хиры у человека есть выбор но у человека есть свобода выбора даже сегодня в наше время не всегда это само собой и разумеется не всегда человеку человек воспитывается таким образом что он знал что него и свобода выбора человек очень часто чувствую себя жертвой обстоятельств и такое расхожее понимание жизни понимание роли человека жертва обстоятельств но есть у человека свобода выбора двух общего масса он свободен своих действиях убыку холи калькелли литаке на то лам и он может разрушить этот мир или его исправить но ха ха в даши адама решен и слехли калькеле то лам известно что первый человек он мог разрушить этот мир мы принимаем это как факт но аврам понял другую вещь если он смог разрушить этот мир то он может и исправить этот мир веке на пио такова и ца в рамо вину литаке на то ламы ли фарси мумана зубы лам кулой он понимая этого вышел стал внести в мир эту идею но хло и мильки не тонны такие на то лам ноах он не верил в то что можно исправить этот мир он не верил сделал то что всевышний вот от него просил то что он сказал сделать но он не верил что на самом деле можно человека исправить у амар и он сказал ноах меня не счет слех лаве то лам литику но как кто я такой чтобы я мог исправить этот мир века врана вина минбалев шалепки не танны такие на то лам но авраам он верил что можно исправить этот мир нашим юшевом и цапе ки вехой и и всевышний он ждет когда придет тот человек который откроет эту истину что самое главное в этом мире это человек каху и целех по миссимату лиют авла ама нацах шевет олам литику на шлеме так авраама вину стал основателем народа который должен исправить этот мир хорошо нацелет шинит бонет в дворим бамад философии таур немца шеф альпе гайона если смотреть на это с точки зрения чистой философии то больше мы склонны были бы принять точку зрения ноха на каким образом можно представить себе что владыка мира который сотворил эти необыкновенные галактики и всю эту систему безграничную систему этот мир потрясающий по своей неохватности каким образом можете представить что он интересуется мной мной до любым человеком в данном случае моим поступками моими словами моими мыслями да кто и вообще никто просто в этом мире маша лимада ваду мэйда например человек пришел домой и он просто в восторге сегодня родилось три новых муравья если нужно со стороны написать но у него что-то не в порядке в голове каким образом человек может вообще это если только он не занимается муравьями это не его профессия него деятельности а просто обычный человек он будет в восторге того что трое муравьев сегодня родились он наверное не нормальный но если это помножить на миллионы 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 миллиарды раз то это именно то что происходит владыка мира он ему интересно что происходит такой маленькой букашка с человеком улам логи он о поэлькан эла эмуна да но однако не здесь не действует логика это не логика это просто вера что это действительно так что всевышний кто создал то мир он создал его для человека и он интересуется каждым человеком в отдельности авраама вину гилаши колюди и холаник в любовь на авраама вину он открыл что каждый еврей он может что-то дать богу а шер я цар это адам и натан бы я да в этом автоход для она готова всевышний создал человек и вручил ему в руки ключи к управлению этого мира к управлению духовному человек исправил себя исправила вместе с ним мир привел его к совершенству гармонии к миру к разуму к добру алиадам лахшов ашемки в яхоль талуй би текуна улам витахлита бриям и сурим бэди да и подумать такую вещь что всевышний зависит от меня людям многие философы верили в то что всевышний какая-то высшая сила создала этот мир ну что он зависит от меня что я могу его огорчить или я могу его обрадовать или то что я делаю на него как это влияет и авраама вину он именно это и открыл я могу вернуть всевышнему мир более исправленный то есть что-то я своей жизни сделал чуть-чуть я исправил этот мир я могу обрадовать всевышнего и я могу сделать ему приятное выехали цдаках ашем их шивы на авраама вину это ему на листок а всевышний принял от авраама вину его веру в качестве цдаке выхаживали цдаках атки ада в рама вину лоя миша и минши в шарланник тдакава хэсэд лабора улам добраама вину тоже были люди которые верили во всевышний мы знали что нужно делать то как он постановил но то что я могу ему что-то дать он зависит от меня до этого никто до него никто в это не верил но даже никому голова ты не могу обрети и кен мазбира шлах кадошь и тибрая мидраши нох матча хэн уматца шэм ломатца хэм ломатца хэм шэм ломатца хэм шэм ломатца мемэну кило айя луи тежурут милыма ле ма ле ма тадо то есть новых он сделал то что от него требовалось но он недостал всевышнего свидетельствиями никакого даос никакой радости и уматца дать леву только авраама вину он понял что можно своими действиями обрадовать всевышнего и авраама вину пишет рафтаубер он открыл это и он хотел чтобы его дети тоже его потомки они тоже поняли это они тоже из сделали это частью своей жизни но он не знал каким образом он думал что если они начнут не с того момента с какого начало он он ведь начал самого 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 низа да он ко всему дошел своим умом он рассматривал этот мир он он философствовал раздумывал и он понял и он думал что его дети которые примут веру во всевышнего как с рождения ему так они были будут воспитаны они не поймут что их действия влияют на всевышнего что он не могла огорчать его что ему важно что с ними с каждым и каждым по отдельности ему важно что с ними происходит и и тогда он просил всевышнего чтобы все таки его потомках осталось это чувство и по отношению к всевышнему и каким образом можно этого достичь она ношу сказал ему всевышний и молитва покошка улама леха ладад мао махир амит бакеш лиман матара зоя я отвечу на твою просьбу но знаю что это будет непростая цена за это когда ты лапшир лабанах лагель амит амит придется ради этого очень много бороться и милах мук дали срод бакуфу дали срод баруха не будут бороться чтобы выжить физически чтобы выжить духовно амит 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 как как и ты амит они должны будут бороться со всем миром весь мир будет против них хигир язараха да потому что пришельцами будут твои дети улам лахармакен и митсулер хушгадоль они будут в Египте в Галуте митсраем лотама мосехет от лауча но не только египет будет для них школой а потому что они не до конца поверили и елем лавот арбом шабут арбом алхуют где лагелем бдвигато руханича лаврам им придется в течение многих лет быть в изгнании быть в Галуте быть порабощены быть притесняемыми другими народами таким только образом они смогут сохранить веру и сохранить понимание того что от их действий зависит зависит этот мир они могут этот мир испортить они могут этот мир разрушить и они могут этот мир исправить они могут в этот мир принести гармонию это говорится об одном человеке Каждый человек это в его руках. Эта же самая сила пишет Рафинкус. Она заключена в книге Теялим. Викен эмират Теялим, что он сфер нора, что хибро Довида Мелых. Это книга, которую написал, сочинил Довида Мелых. В этом книге заключены, как бы закодированы, в прямом или скрытом смысле все беды, все несчастья, все неприятности, все слезы евреев во всех поколениях, когда бы то ни было в любых ситуациях. И все благодарности, вся радости, все величия, которые человек мог бы выразить своими словами к Творцу, которое понадобилось бы человечеству до конца дней. Все это, все это заключил Довида Мелых в руках Кодеш в книгу Теялим. Так написал Рамбам в законах царей. Что в сердце царя, оно включает в себя сердца всех евреев. Валькен, коль авутата левши, коль Исраэль мунахет сло. И любое веление сердца, любая боль сердца, она находит отклик в сердце царя, если это праведный царь. И он говорит Теялим, и тот, кто говорит Теялим даже в наше время, есть лакох в отцома של Довида Мелых, у него есть сила и мощь царя Довида. И он говорит Теялим, и тот, кто говорит Теялим, как будто он выражает свои чувства слоевами Довида Мелых. То есть вся сила, вся мощь, вся духовная высота царя Давида, она как будто говорит его устами. Как будто сам царь Давид, он выстоял и молился за этого человека. И это неогновенно, это страшная сила препятствовать любым бедам и любым неприятностям, которые могли бы обрушиться на человека. Амират Теялим у Иргельни фла. И даже Равпинку советует, что говорит Теялим, это прекрасная привычка. В прошлых поколениях было более принято, говорит Теялим, больше, чем в наше время. Мамаш блесов без конца, говорит Теялим. И счастлив человек, у которого была бы такая привычка, говорит Теялим каждый день. Закончить всю книгу один раз в неделю или хотя бы раз в месяц. И кроме этого еще говорит Теялим, чтобы не случилось неприятностей, случилось бед. Как любая хорошая привычка, даже и эта привычка, она тоже тяжела. Человек приходит преодолевать себя, чтобы это стало его частью. Если он проявит достаточное упрямство, то это уже станет на самом деле его неотъемлемым частью. Как без этого невозможно пройти день? И человек, если это станет его привычкой, то у него будет помощь в небес, во всех его делах, во всех начинаниях. У него будет намного все успешнее и легче получаться в жизни. Что с ним? Рафин Куз пишет еще одну вещь, без которой невозможно понимание, что такое молитва, что человеку в любой момент кажется, ну, какая разница, он сказал, я не сказал по молитву, кто я вообще такой? Рафин Куз говорит, что это неправильное понимание, оно очень далеко от Торы. По Торе человек, первый человек, а мы все частицы первого человека, он был создан необыкновенной духовной мощи, необыкновенной духовной высоты, и он видел от конца до края мира, он видел всякое то, что у него зрение было необыкновенно, он видел природу вещей, и он видел все внутреннее строение этой вселенной, не было ничего, что скользало бы от его понимания. Да, но после того, как он согрешил, то известно, что он Всевышний, он был, кроме этого, очень высок, да, если Всевышний, он уменьшил его. Ну, речь идет, пишет Раф Пин Куз, Он стал намного ниже человека, понятно, что он стал ниже в физическом плане. Не то, что он был такой, и Всевышний как будто отрезал от него кусок, он просто его, если говорить по-русски, грубой форме, просто его сжал. То есть, другими словами, все, что у него было до этого понимания, от конца до края, оно только немножко, оно сузилось, оно стало меньше, но оно в своей, по природе осталось, только оно стало меньше, оно теперь могло зайти в более маленького человека. То есть, в потенциале, то, что было в нем когда-то, когда он был сотворен, был великим человеком, в потенциале оно сохранилось в нем и сегодня. Тут у Цим Цум только в меньшей форме и в более сжатой форме. У Бемет. Да, что до сих пор, духовное понимание, человек до сих пор, он находится на земле, но он достигает небес, да, известно, что мысли человека это самая быстрая величина в мире, и за секунду он достигает необыкновенных высот. И он видит от конца мира и до края мира. Только его силы необыкновенные, страшные силы духовные, которые будут страшны не в плане, что они чудовищны, в плане, что они необыкновенные, тяжело для понимания, они теперь только в более сжатой форме находятся в нем. И я позволь себе такой пример. В нашем мире можно привести такую форму, если это цифровая видеосъемка, то ее можно же в любой момент увеличить. Она в своем потенциале, может быть, очень маленькая, но можно в любой момент увеличить, если качество съемки было очень высоким. Но качество создания человека, первого человека и любого человека в нашем мире, оно очень высокое. Только надо действительно уметь развить в себе духовные силы, которые находятся в любом человеке, в самом простом человеке, в самом незаметном человеке, в очень большом потенциале. То есть, в наше время, пишет Равпинкус, человек может раскрыть себе этот потенциал необыкновенных духовных высот и видеть с конца мира и до края мира, это в основном во время молитвы. Что медлиф не было, когда он стоит перед Создателем. То есть, находясь перед Создателем, нет в этой ситуации никакого входа зла, зло запрещен вход. Поскольку нет входа зла, и человек, он искренен перед Всевышним, он раскрывает перед ним все ниши своего сердца, он может достичь состояния, которое было у человека до греха. И так он сначала молитвы до конца может подниматься еще более и более высокие ступени, пока он не доходит до молитвы Шмунайсера, пока он не доходит до молитвы 19 благословений, как мы сказали в прошлый раз, что это молитва, которая человек находится непосредственно перед царем, даже если его мысли в другом месте. Сама по себе ситуация, что он говорит 19 благословений, это молитва, он находится, он разговаривает с царем этого мира. Ульвасов и в конце Когда человек закончил это необыкновенное здание, которое называется молитвой, что он сделал для того, чтобы это здание не рассыпалось, что он сделал для того, чтобы это здание было скреплено и оно в своей необыкновенной форме, своем величии действительно сохранилось. Есть у этого своя тайна и свой закон. И что это за закон? То есть он должен все, что он достиг в духовном плане всего молитвы, он должен ее как будто окружить крепостью, чтобы она была стойкой, чтобы она была сильной. И что это будет за крепость? Эта крепость это Везе коах Алейну Лешабеха Это крепость, которая называется молитва Алейну Лешабеха На нас возложено благословять. Есть такая молитва, которая находится после молитвы Шмонайса, после 19 благословений. То есть это молитва, которая выражает по большому счету единство Творца. Что бы ни происходило в этом мире, какие бы мнения и суждения и веры, разные идеологии не приходили в этот мир. Они сменяют друг друга, они сменяют без конца в течение поколения. Одно рушится, другое встает. Но есть только единый Творец, который создал этот мир. Это как будто гимн еврейского народа вот уже четыре тысячи лет. Ее написал Йошуа Бенун. Это тот, кто вел евреев в святую землю после Моши Рабейну, после Моисея. Раббан Йоханан бен Закай текен лам врагам бехуль. Раббан Йоханан бен Закай он постановил ее говорить эту молитву также и вне пределах земли Израиля. И нужно говорить эту молитву с большой сосредоточенностью, потому что нет силы Польщикину благодарности выраженной словами к Всевышнему нет больше, чем эта молитва. лаоцерейна воле кольчиш ваход шебаула на насильнее любых благословений и то, что может человек выразить. все небесное воинство слышит человека, слушают евреев, которые говорят эту молитву и всевышний присутствуют там со своей духовной свитой. И все говорят и вся эта свита и все небесное воинство говорят счастлив человек, который так благодарит и благословит своего творца, счастлив народ, у которого Всевышний это его бог счастлив человек, которого сила, чья сила это вере в творца. Всего доброго. До свидания.